Снова всем welcome, это снова я, DNGP. На этот раз я приехал в магазин мототехники, решил показать вам какие есть новинки здесь вообще. Появилась вот honda em1 электронный электрический байк 50 кубов сделано в китае цена 300 тысяч йен это новые все вот синие синие бейджики это новые вот это значит такой есть еще такт фонда так 50 кубов тоже новый 180 тысяч я вино 50 кубов и 215 тысяч данк тоже фонда 50 кубов и 230 тысяч йен и адрес вот уже пошли 125 кубов и по 230 кстати вот уникально что 50 кубов новый что 125 кубов новый стоит одинаково вообще странно знаю в японии вообще 50 кубов и они дорогие новые особенно вот адрес 125 тоже 241 тысячи стоит сто в целом очень прилично выходит кстати это вот оба адреса просто на этот есть скидка на красный она черный нету не знаю почему что это стоит 262 тысячи Это Ямаховский, да? 125 кубовый. Он нормальный. Сигнус? Сигнус? 339 стоит. Ну, Харли Дэвидси. Нормальный. Сейчас посмотрим БУшку. Тут БУшки 50 кубовые, 174 тысячи йен, 150 тысяч йен, ЛЭД 160 тысяч йен. Ну, в целом, такие цены средненькие. 125 кубовый по 300, 285. Вот Хонда Гром 260. В целом, небольшая разница между новой и старой, потому что оценка 6. Это высокая очень оценка, можно сказать, почти как новый. Пробег тут у них идет по всего вот под 900 километров, по полторы тысячи. То есть, ну, считай, обкатку только прошел, но это очень маленький пробег. Так, ну давайте еще туда вон сходим. Посмотрим. Тут еще 50 кубовые есть. Вот Данг, 175. Это Такт. 185 стоит. Еще Такт. Тоже 163, но уже 6 тысяч пробега. Ну, это в основном Такт, вот такие 50 кубовые, они где-то на рубли, если сейчас переводить, порядка 70-80 тысяч рублей, где-то вот тут 150 тысяч йен. Вот 50 кубовый скутер от Сузуки, адрес V50. Кстати, редкая модель, а такие вообще нечасто встречаешь в Японии. Вот он стоит 163 тысячи йен. Ну, в общем, на 2 делите, будет вам рубли. Есть еще вот такие вот фонды капы большие. С пробегом 125 кубов, 327, 394. Вот это кроссовая типа версия, кросс-кап он называется. 110 кубов. Ну, цены сами видите. Да. Рассказывать особо нечего. Ну, и стандартный хонды капы, это 110-ки. 260 тысяч йен. Ну, есть еще вот 327, это вот и грузовая версия, такая вот длиненная немного. Видимо, из-за вот этой корзинки ей прибавили 60 тысяч йен. Ну, я не знаю, конечно. Я считаю, это дороговато за корзинку 60 тысяч йен переплачивать. Ну, вот пошли самые такие ходовые. Yamaha это N-Max, да? Да, N-Max. 155 кубов уже, мощный такой скутер. 423 тысячи. Пробег всего 1200 километров или вот тоже Majesty S. В хорошем состоянии. Правда, ну, немного фара этот нечистая, надо ее почистить будет. Ну, это вся фигня. 250 тысяч йен стоит. Ну, вот почище уже Majesty. Но черный уже, вот видите, никаких проблем с варенья. Там стекло уже немного под солнцем пожелтело. Вот 273 тысяч. Чуть дороже, но выглядит поновее. И вот Yashimura стоит у него. Они, кстати, вот эти скутеры. Тут у нас еще какие-то дополнительные ставят. Троттл, Китако, АСМ. Я не знаю, это контроллеры разные. Там Suzuki это Bargman 200 кубов. 416 тысяч. Или вот Majesty уже 200 кубов. Точнее, 250 уже кубов. 327 тысяч. Ну, уже такие большие, как Maxi Scooter уже пошли. Самые дорогие это вот эти вот Honda. Вот эти. Очень дорогие. Почти по полмиллиона за каждую стоят. Но вот видите, сами цены. Всего 250 кубов из-за старый дизайн. Но, блин, стоимость, конечно, конская. Там вот, пожалуйста. Это Fusion X называется. Полляма. Пробег 5000 километров. Там вот тоже 440 тысяч стоит. Я не понимаю, за что такие деньги. Ну, серый вот. Кстати, серый неплохой аппарат. Если off-road и on-road, нормальная проходимость. 250 кубов. 550. Или вот такого дизайна. Ну, они тут разные. Есть оранжевые, черные, зеленые. ВР-ка. Ну, не очень популярна. В Японии, кстати, я вам могу сказать, что на этих ВР-ках никто практически не ездит. Во-первых, цена конская просто. Почти лям за бушку. И, ну, мощность не очень такая. За эти деньги можно взять реально какую-нибудь эту. Блин, ну, не знаю там. Да вот, ту же Kawasaki, блин, взять. В два раза дешевле. Тот же вот Versus или вот KLX там какой-нибудь. И будет вполне то же самое. Ну, в два раза меньше заплачивать. Или его на April взять. Она хоть и это, скажем так, итальянская вроде как. Но все равно сделана в Китае. Видите, да? Китай. Вот, не видно. Вот, видно. Категория 7. То есть почти как новая оценка. И тысяча километров пробега. Есть 125 кубов, да? Но есть 250-ки тоже. Априла. Ну, что-то в районе полляма можно найти. Вот, кстати, техника зашибись. Мне нравится. Этот NM, по-моему, 1 Honda. Модель. Это с автоматической коробкой передач. Редко вообще встретишь такую штуку. А NM 4.01, да. Я немного ошибся его, пожалуйста. Редко встретишь такую махину на улицах города здесь. Но прикольно. 767 тысяч. Ну, короче, на рубли где-то 380 тысяч рублей. Где-то так, может 390. Пробег 3,5 тысячи км. Ну, нормально. Я думаю, за такой аппарат хорошая цена. Вот от FTR-ки это пошли типа боберы или какие, как их называют, пляжные еще мотоциклы. У них широкие задние колеса с хорошей проходимостью. Это вот бан-бан, вот 540 тысяч стоит. Всякие красы. Те, кто любит классику, вот очень даже неплохие мотоциклы, вот Big Boy. Или вот ТВ-шки. Тоже ямаховские. Это двухсотки. 500 тысяч стоит. Ну, трекер или так, тракер он там. Или трикер. Ну, трикер, да. Что-то все время путают. 250 тоже кубов. 600 тысяч стоит. Ну, неплохо. Неплохо. Вот такие тоже хорошо погонять. Я не буду по лесу там. И тоже на пляж съездить прям офигенно. Но, единственное, что, конечно, сейчас лето, жара. От этого мотора колени будут реально припекать. Просто я уже ездил на подобных. И могу сказать, что не очень комфортно. Жарко, очень жарко на них ездить. Те же самые проблемы вот с СТ-шками от Сузуки. У них мотор широкий. У вас колени будут примерно вот где-то здесь. И будет неплохо так нагревать их. Ямаха SR, кстати, 400-ка. Она дороговатая. Выходит, это миллион. Но это из-за того, что она почти новая. То есть у нее всего 20... Видно, нет? 21 километр пробега. 21-го года. Но, считай, новая, да, 400-ка. Поэтому и цена миллион. Вот. А здесь... Миллион 300 уже. Кстати, в чем прикол от 400-ок? То, что... Ну, на... На них уже нужно ТО проходить. Как... Если больше 250 кубов, уже надо ТО проходить. И они стоят уже прилично. Ну, ТО. Где-то в районе... Ну, 20-30 тысяч. Иен за два года где-то. За ТО. Ну, плюс налоги. Всякая херня там. Ну, и в общем, выходит так неплохо. Денежек. А вот здесь у нас что? Это... Драгстеры, по-моему. Да, Драгстеры 400-ки. В целом, хорошо выглядит. Но... 2000 пробег всего. Ну, поэтому и хорошо выглядит. Правда, уже где-то... Ну, приложился. Потер. Либо потерто. Просто это... Ударил стену. Может, я не знаю. Обшарпал. 2000 пробега, миллион иен. Ну, как вам сказать. Потому что новый, поэтому... Практически новый. Поэтому и цена такая. Под миллион. Вот здесь 3000 пробега. Но он же 250 кубовый. Но 250 кубовый для Драгстера маловато. Я вам рекомендую минимум 400-ку брать. У меня... Вот был бы либо 800, либо 400 брать такого плана. Типа American Style он как называется, да. Я взял 800 и не пожалел. Бензин он не намного больше жрет. Но мощности достаточно, чтобы такую дуру тянуть в гору или еще куда-то. А 250 на одного норм, но вдвоем уже не потянет нормально. Вот, кстати, 400-ка. Это Драгстер тоже. Миллион почти стоит. Ну, сами видите, цены. Ну, и тут всякие 125-ки я уже показывал. Единственное, вот Suzuki GSX с ЭБС. Пробег всего 1 километр. Но считай новый. Вот у него оценка 6, 350 тысяч стоит. Кстати, недорого. Но по цене нового, считай. Да. Ну, вот такой вот обзор магазина. Цен вообще на скутеры и на мотоциклы в среднем. Вот вы видели сами. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, все. С вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся.